1 августа Русская Православная Церковь отмечает обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Серафим в миру Прохор родился в Курске в купеческой семье Исидора и Агафьи Мышниных. В трехлетнем возрасте мальчик потерял отца, и Агафья продолжила дело мужа – строительство в Курске храма Сергиева Казанского собора. Однажды семилетний Прохор забрался на недостроенную колокольню, но оступился и упал на землю. Мать в ужасе бросилась к сыну. Оказалось, что мальчик невредим. Но скоро Прохор тяжело заболел. Надежды на выздоровление не оставалось. И билась ему Божья Матерь. На другой день мимо их дома шел крестный ход. Несли Курскую коренную икону Знамения. Агафья, увидев это, вынесла сына на улицу, чтобы икону пронесли над мальчиком. И с этого дня болезнь отступила. Прохор не был похож на своих сверстников. Он любил уединение, церковные службы, чтение священных книг. В 17 лет Прохор покинул дом, получив материнское благословение. Будущий подвижник направился в Киево-Печерский монастырь, где старец-монах-затворник Госифей указал юноше путь, где тот примет послушание и постриг. Так Прохор оказался в Саровском монастыре. Рубил деревья в лесу, целыми ночами выпекал хлеб для братьев. Трудился плотником и строителем. Но самое главное, он учился молиться. Так проходили годы. Когда Прохору исполнилось 32 года, его постригли в монашество и нарекли Серафимом. Через несколько лет он оставил обитель и поселился в деревянной келии, в пяти верстах от монастыря. Носил одну и ту же одежду зимой и летом. Сам добывал себе пропитание в лесу. Мало спал, строго постился, перечитывал священные книги. Ежедневно подолгу молился. Лихие люди прознали, что к Серафиму приходят богатые посетители. Застав его в лесу, они жестоко избили его. Не найдя в келье ожидаемого, ушли ни с чем. Преподобный чудом вернулся к жизни. Эти люди были пойманы и опознаны. Но отец Серафим простил их. Преподобный испытывал милосердие ко всему живому. Некоторые из приходивших к нему за духовным советом видели огромного медведя, которого преподобный кормил хлебом из рук. Позднее, тысячу дней и тысячу ночей, Серафим провел в подвиге столбничества на каменном валуне. После 16-летнего пребывания в пустыне в 1810 году преподобный Серафим вернулся в монастырь и на долгие 17 лет ушел в затвор монайшеской кельи. А после разнеслась весть, что в Саровском монастыре есть великий подвижник. В числе посетителей был и император Александр I. Последние годы жизни преподобный Серафим много заботился об основанном им женском Дивеевском монастыре. Скончался в январе 1833 года. В своей келье память о преподобном Серафиме Саровском жива и поныне. В коренной пустыне памятник преклоненный Серафим. Работа скульптора Вячеслава Клыкова.